Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Юлия Комарова. И вот о чём мы сегодня расскажем. Теперь не только по суше, но и по воде. Сегодня мы вышли в 7, а завтра хотим выйти в 5 часов утра. Продукты питания, топливо и лекарства теперь доставляют на пароме. Поплывут скоро даже кровати. Последние новости из зоны паводка в Устишимском районе. От образования до сельского хозяйства. В Омск с деловым визитом прибыла делегация из Узбекистана. Какие соглашения подписаны? Вместо садового домика полноценное жильё. Очень большое количество мячей прописано сегодня. Там постоянные прописки находятся. Расскажем, как провести газ на дачу бесплатно. И самое значимое событие в культурной жизни страны. Осудить будут детские фильмы сами ваши дети из Омского кадетского корпуса. В Омск уже съезжаются гости и участники международного кинофорума «Золотой Витязь». И в начале выпуска последние данные о ситуации в Устишиме. Уровень РТШ в районе за последние сутки снизился ещё на 3 сантиметра, сообщил сегодня губернатор Виталий Хаценко. Ишим возле села Орехово упал сразу на 15 сантиметров. Тем не менее, ситуация в зоне паводка остаётся напряжённой. В район непрерывно идут гум-конвои. Продукты и предметы первой необходимости людям доставляют на теплоходе. Удалось наладить паромное сообщение между деревнями Утускун и Ильчебага. Это важная транспортная артерия. Сейчас возможность объехать затопленные участки региональной дороги для легкового транспорта, ну и в первую очередь для машин с продовольствием. Сейчас паром делает два рейса в сутки. Мы привозим только продукты, гуманитарную помощь и всё. И медикаменты, естественно. Люди звонят уже в очередь на завтра и на второй рейс, и на последующий рейс. Мы записываем, кто когда поедет. Сегодня мы вышли в семь, а завтра хотим выйти в пять часов утра, чтобы быстрее второй рейс закончить по засвету. Гуманитарную помощь накануне доставили и в Кайсы. Сегодня утром из Устишима в посёлок Малая Бича отправили три тонны груза, продукты, питьевую воду, медикаменты. В районе по поручению главы региона продолжают работать сводные бригады медиков, спасателей, представителей правительства и сотрудникам МФЦ. Ведётся приём заявлений от пострадавших на получение единовременной финансовой помощи. Уже выплачено больше полутора миллионов рублей. И по распоряжению Виталия Хаценко созданы специальные комиссии. На территориях, где вода отступает, сразу проводится осмотр, чтобы начать оценку ущерба. К сбору гуманитарной помощи для северных районов, пострадавших от разгула стихии, присоединилась и Омская епархия. Представители духовенства закупили 300 раскладушек. Прямо с завода их отправили в Знаменский район транспортной компании. Именно там находится специальный центр для обеспечения пунктов временного размещения всем необходимым. Раскладушки доставят в места, где сейчас вынуждены жить эвакуированные люди. В Устишиме, Знаменском, Тарском и Теврийском районах. Епархия также объявляет сбор в три воскресенья, прошедшее, потом 26 мая и 2 июня. Сбор по всем храмам нашего города, нашей епархии, опять же, в помощь для пострадавших людей. И этот сбор будет также передан в качестве гуманитарной помощи для пострадавших. Сбор гуманитарных грузов для жителей, пострадавших от паводка, сегодня организован в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Трудовые коллективы и общественные организации уже приносят сюда необходимые вещи. За неделю удалось собрать наборы бутылированной воды, продуктов длительного срока хранения, средств личной гигиены и новой одежды. Внести свой посильный вклад призывают каждого. Вещи первой необходимости принимают до 27 мая по адресам Карла Маркса 6, Волочаевская 11. Хочу напомнить о том, что мы до сих пор ведем прием гуманитарной помощи. Нам необходима всегда бутылированная вода, средства личной гигиены для взрослых и для детей, бытовая химия, сухие продукты. И к другим темам. Момская область подписала соглашение о сотрудничестве с Узбекистаном, которое затрагивает сразу несколько сфер. В Омск с деловым визитом сегодня прибыла делегация из Узбекистана. Губернатор Виталий Хаценко и Хаким Новоийской области Нормат Турсунов обсудили сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах. Этот договор может открыть новые возможности во всех направлениях. Солнечный Узбекистан – один из основных партнеров нашего региона. Он занимает шестое место во внешнеторговом обороте области. Обсудили образование, как отметил губернатор Виталий Хаценко. Омск – это третий город в стране по количеству иностранных студентов. И более 15% – это граждане Узбекистана. В планах продолжать заниматься развитием материально-технической базы. Также основной упор на долгосрочные поставки пшеницы. Узбекистан – это достаточно регион. Мы обеспечиваем себя сельхозырьем и продуктами питания. А излишки успешно реализуем. Мы практически во все время открываем свои потребности. За исключением овощной продукции, за исключением фруктовых продуктов. Ну, понятно, фрукты, ягоды. То, чего у нас нет в большом количестве. Но Узбекистан есть, и мы готовы, конечно, в этом направлении уже сотрудничать. И уже сотрудничаем. Мы готовы к дальнейшему совместному действию по привлечению российских инвестиций на воинскую область. Создание высокотехнологических производств, выпуск, востребованный продукт для замещения импорта из третьих стран и наращивать экспорт. На воинскую область имеется свободная экономическая зона. Это первая свободная экономическая зона в Узбекистане. Омский роддом номер пять переформатируют в госпиталь для ветеранов-воин. Об изменениях сообщили в региональном Минздраве. Реконструкция учреждения пройдет в шесть этапов. В первую очередь специалисты демонтируют инженерные системы и крышу. А уже после начнут капитальный ремонт. Последний этап – это отделка фасада, благоустройство и монтаж систем видеонаблюдения. Завершить все работы должны к декабрю 2025 года. Обновление обойдется в 400 миллионов рублей. Отмечу, что сейчас госпиталь ветеранов-воин пока еще находится в здании на улице Гагарина рядом с городской администрацией. Просто перепутала педали. Суд рассмотрит дело 19-летней Амички, которая снесла павильон и сбила пешехода. Напомню, ДТП произошло в ноябре прошлого года у торгового центра на Старой Московке. Как пояснила автоледи, она перепутала педали. В результате не справилась с управлением и сбила уличный павильон, где находились три женщины. Одна из них получила серьезные травмы. Во время следствия выяснилось, лихачка села за руль машины знакомого. При этом у нее не было водильских прав и опыта вождения. Вину подозреваемая признала, но от уголовной ответственности это ее не спасет. Делом займется Ленинский районный суд. Девушке грозит до 7 лет колонии. ИГ в Омской области напишут более 8 тысяч человек, рассказали в региональном министерстве образования. В основном это выпускники 2024 года и прошлых лет. Для них в городских и сельских школах оборудуют 73 пункта проведения экзаменов. Еще 19 пунктов откроют на дому для ребят, имеющих ограничения по здоровью. Экзаменационная кампания стартует в регионе 23 мая с испытаний по географии, литературе и химии. Обязательный экзамен по русскому языку Амичина пишут 28 мая по математике 31-го. Что касается дисциплин по выбору, топ-3, как в предыдущие годы, у выпускников составили общество знаний, информатика и физика. Добавлю, что 11-классники из затопленного Устешима вывезены в другие населенные пункты. Для них государственные испытания проведут по месту фактического пребывания, сообщил голова регионального Минобра Иван Крот. И вот какие материалы мои коллеги готовят к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Заметая следы, меняют адреса и названия. Они деньги не хотят возвращать. Амичи теряют свои деньги, пытаясь отремонтировать сломанную технику в одном из сервисов. В интернете десятки злобных комментариев, недовольных клиентов. Как компании удается выходить сухой из воды, в 19.30 расскажет Денис Жарков. Когда за вечерним нарядом скрывается стальной характер. Мы вышли в Суперлигу и дай бог нам хорошо там закрепиться. Волейбольная мичка в Суперлиге. Болельщики ждали этого 8 лет. Какие надежды на игроков и тренеров возлагает губернатор, узнал Алексей Дарьев. Умские садоводы теперь могут подвести газ к своим участкам бесплатно. Тему подключения домовладений, расположенных в границах СНТ, сегодня обсудили на круглом столе в штабе общественной поддержки. Напомню, что программа по расширению социальной догазификации проходит в рамках национального проекта «Экология», который был инициирован президентом Владимиром Путиным. Участвовать в ней могут те дачники, чьи участки расположены в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ. А само СНТ находится на территории газифицированного населенного пункта. Одно из главных условий подведения голубого топлива это наличие на участке жилого строения. Этот статус должен быть официально отражен в едином государственном реестре недвижимости. Заявку могут подать как сами садоводы, так и председатели СНТ. Подавать заявку можно удобными для заявителя способами. Это через единый портал государственных услуг, многофункциональных центров. Можно подавать заявку через портал единого оператора по газификации, а также подать заявку в газораспредельные организации. Проблема до газификации крайне актуальна. Потому что за тот период, когда Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой, она была поддержана партией «Единая Россия», активно принимает участие в этом и наш облгаз, межрегион газ, наш региональный правительство Омской области, губернатор Омской области Виталий Павлович Хаценко постоянно, практически в ежедневном режиме, отслеживает эту тему, этот вопрос, эту проблему. И, конечно, для нас крайне важно было, что в течение этих лет очень часто мы говорили о том, что необходимо уделить внимание и садоводческим товарищам, потому что очень большое количество омичей прописано сегодня, там постоянные прописки находятся. Всего за период, который предшествовал сегодняшнему дню, более 20 тысяч договоров у нас в Омске было заключено, в Омской области 12,5 тысяч сегодня заявок находятся в стадии уже работы. И, наверное, порядка 8 тысяч уже пользуются газом омичей по этой программе. Звезды кино съезжаются в Омск. В нашем городе уже завтра стартует 33-й международный кинофорум «Золотой Витязь». Фестиваль духовно-нравственного кино – один из самых значимых событий этой весны в культурной жизни страны. Уже завтра по ковровой дорожке пройдут участники церемонии открытия. Она состоится в концертном зале. Подробно о программе и жюри сегодня на 12-м канале расскажут президент международного кинофорума «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев и программный директор фестиваля Александр Семенюк. В актуальном интервью, которое выйдет в эфир сегодня в 20 часов, они раскроют сюрпризы форума в Омске. Осудить будут детские фильмы сами ваши дети из омского кадетского корпуса. К ним приедет Шакура, великий русский артист, народный артист России, туда, в кадетский. Корпусы покажет им с оркестром симфоническим «Полтаву». То есть такая программа. Потом Сухоруков Виктор прилетает, чтобы показать свой моноспектакль какой-то потрясающий. 12-й канал выступает информационным партнером фестиваля. Завтра в 19 часов в эфире смотрите прямую трансляцию церемонии открытия «Золотого Витязя». Добавлю, что три фильма, снятые творческими группами нашего медиахолдинга, вошли в программу крупнейшего международного форума. Это картина Светланы Веретенниковой. Поэт «Никто» об Иннокентии Анинском. Лента, основанная на реальных событиях, о поисках мальчика, который потерялся в тайге. «Я иду тебя искать» и фильм «Покоривший космос». Работа режиссера Андрея Кириллова об отце советской космонавтики, легендарном конструкторе Сергея Королёве. С этого дня в городе начались плановые отключения горячей воды. Неудобства мячам придется потерпеть уже традиционно две недели. В стартовом списке почти 800 объектов. Кроме жилых домов, это также школы и детские сады. Первыми без горячей воды остались жители центрального округа, проживающие в домах на проспекте Карла Маркса, в улицах 10 лет Октября, 20 лет РКК, Герцена, Богдана Хмельницкого, Гагарина, Чуканова, Леханова, Декабристов и других. Полный список размещен на сайте теплоснабжающей организации. Плановые отключения в Омске будут проходить поэтапно до 12 августа. Узнать, когда без воды останется и ваш дом, также можно на официальном интернет-ресурсе компании. Меньше чем через месяц в Омске массово начнут ремонтировать школы и детские сады. В списках на обновления больше сотни учреждений. Следить за работами будет профильный департамент мэрии. Так, в 15 городских школах планируют отремонтировать кровлю. В 92 образовательных и дошкольных учреждениях заменить окна и двери. В трех приведут в порядок спортивные актовые залы, а также фасады зданий. В одной школе отремонтируют систему отопления. Кроме того, на базе двух учебных заведений под номерами 110 и 144 создадут технопарки «Кванториум». Открытие пройдет в рамках федеральной программы «Современная школа президентского нацпроекта образования». И в продолжении темы. Омским учителям вдвое повысят выплату за классное руководство. Об этом сообщили в Министерстве образования. Изменения коснутся заведений в населенных пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек. Зарплату поднимут классным руководителям в школах и кураторам учебных групп в колледжах и техникумах. Размер ежемесячной выплаты составит 10 тысяч рублей. Раньше был всего 5. Напомню ранее, президент Владимир Путин в обращении к федеральному собранию говорил о важности внимания к малым населенным пунктам. Техническое пополнение в команду лесхоза для предприятия, которое занимается охраной и защитой зеленого богатства, закупят 14 беспилотников. На эти цели уже выделен 21 миллион рублей. Летательные аппараты помогут мониторить пожарную обстановку, оценивать последствия разбушевавшейся стихии и контролировать вырубки деревьев. Новые возможности открылись перед Омской областью после включения в реализацию нового нацпроекта беспилотной авиационной системы. Эффект закрытой форточки мешает омскому воздуху стать чище. Печное отопление вносит вклад в так называемые низкотрубные источники загрязнения. О программах, которые помогают прорубить окно к экологичности, в «Точке кипения» журналистам рассказал министр энергетики ЖК Хаумской области. Владимир Шнепко выступил первым спикером нового сезона «Экошколы современных медиа». Также речь шла о переводе омских ТЭЦ на газ. Эта мера позволит почти на четверть снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ от общего объема. Затронули представители СМИ и тему компенсации на затраты по догазификации частного сектора Омска. В этом году на выплату смогут претендовать более 800 домовладельцев. Наш город входит в число мегаполисов, где продолжает действовать федеральная программа «Чистый воздух». Ну а что касается жителей северных районов области, программу нехватки голубого топлива будут решать поэтапно. В этом году газифицируем Большереческий район. Параллельно в этом году уже зашел подрядчик на строительство газопровода от Большеречи до Тары. Материалы уже сейчас закупаются. Сомнений нет в том, что до Тары в 2025 году дойдет газ. На Омском полигоне стреляли. В одном месте собрались полиция, Росгвардиа, ВСИН, военные, таможни и подразделения, которые входят в число самых засекреченных СОБР. В нашем городе определили победителей всероссийских соревнований по стрельбе из боевого оружия. Турнир проходил 4 дня. Всего 100 участников из Омской области, Москвы, Новосибирска, Красноярска и Кемерово. Соревнования посвящены памяти героя России Олега Хременко. В 2002 году он спас ценой собственной жизни людей. Вооруженный преступник взял женщину в заложницы и, прикрываясь ею, пытался прорваться через оцепление милиции. А после бросил на землю гранату с выдернутой чекой. Боец СОБРа Олега Хременко за долю секунды принял решение. Бросился вперед, закрыв гранату своим телом. Тем самым спас несколько десятков человек, случайных прохожих и силовиков, которые принимали участие в спецоперации. Звание Героя России ему присвоили посмертно. Соревнования в его честь проходят 20 лет подряд. И эти юбилейные. Этот поступок, поступок фактически в мирное время, которое он совершил, не задумываясь, прикрыв гранату своим телом. Конечно, это поступок настоящего офицера, настоящего мужчины, настоящего патриота своей страны. Во многом, все-таки, этот турнир, это олицетворение, единение и товарищество правоохранителей региона. Соревновательный момент, я так скажу, удвоился между участниками. Много приехало мастеров, кандидатов в мастера спорта, поэтому нужно как-то с ними оттягаться. Здесь должны присутствовать мы все в честь нашего Героя России. Почтить его, потому что его поступок не каждый может совершить. Впереди все лето и 55 впечатлений. Варианты летнего отдыха в Омской области представят в эту субботу на выставке-ярмарке «Любинский тревел». Традиционно пройдет под открытым небом на улице Музейной. Гостей ждут 25 мая с полудня и до 7 вечера. Уже заявлено более 45 экспозиций, 20 из которых представят районы. Среди тех, кто впервые примет участие, Озесский и Селькульский. Будут озвучены маршруты с выездом выходного дня. Тары в этом сезоне приглашают туристов, желающих проявить себя в роли археологов. В старинном городке продолжаются раскопки. А в Горьковском районе пройдет фестиваль многодетных семей. Праздник Петра и Павла и конкурс патриотической песни «Родные берега». Также в программе форума интерактивные площадки, гастрономические сюрпризы, сувениры, концерты, пять тематических фотозон. Сделать снимки можно будет в концепции вокруг региона 55. Едем на север, юг, запад и восток. Далее прогноз погоды. Но все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или же позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 22 мая, в Омске переменная облачность без осадков. В ночное время плюс 8, плюс 10. Днем до 22 градусов выше нуля. В районах облачно возможны осадки. Ночью до плюс 10, дневная температура до плюс 15. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. К этой минуте у меня все новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok